Доброе здравие всем! Сегодня мы продолжаем наши беседы по ноосферному образованию и ставим ключевые вопросы к Наталье Владимировне. Наталья Владимировна, главный вопрос, который чаще всего задают уже после наших первых роликов, которые мы озвучили, это он не просто главный, а откуда происходит название ноосферное образование? Конечно, слово ноос мы знаем с пятого класса, все, кто учился в пятом классе. Ноос – это покровитель разума или ума в греческой мифологии. И уж так получилось, что греческая традиция легла в основу всей европейской культуры, образования изначально, науки. И поэтому пришло это слово из Греции. И каждый школьник пятого класса это знает. Слово сфера означает пространство, сферу. И мы знаем, между прочим, очень много слов. Например, гидросфера, аквасфера, литосфера, сфера каменной оболочкой Земли, атмосфера, воздушная оболочка Земли. Но мы знаем также множество слов. Например, сфера образования. Поэтому слово сфера для нас не проблема. Вы согласитесь со мной? Принято. А слово ноосфера означает, так же, впрочем, как и другие слова, аква, атма. Это всё пришло из древних языков. Поэтому ноосфера – это сфера разума. И она имеет право на существование точно так же, как и сфера воды, океана и так далее. Но привнёс, как реанимировал, оживил, да, практически это слово на нашей отечественной территории в России, Владимир Иванович Вернацкий, выдающийся геолог. Он же специалист в области минералов, минералок он. И он привнёс это слово в Россию, побывав в Европе, в частности, в Париже. Он встречался там с выдающимися европейскими учёными Леруа и Теярде Шарденом. Они вместе читали определённые циклы лекций. И Вернацкий читал для французской публики лекции о геологии. Это был 1927-1928 годы. Они подружились. И в их среде это слово «ноосфера», оно получило некое дыхание. И так же, как Леруа и Теярде Шарден несут или понесли это слово в европейской культуре и науке на территории России, Владимир Иванович Вернацкий, в общем-то, вот так начал. На самом деле, он сначала на полях своих книг делал записи. Это называется маргиналии, пометки. И вот он писал о «ноосфере» сначала на пометках. У него есть такая книга «Записки натуралиста». Поскольку он изучает природу, натуру, то «Записки натуралиста». И вот как раз он там пишет, что натура и, по сути дела, природа – это же не только камень, вода, воздух, земля, горы, леса, цветы, но человеческая природа, а человек – часть природы. – Естество. – Да, естество. Поэтому совершенно естественно он привносит это слово «ноосфера» в своей книге «Записки натуралиста». И более того, уже в 1945 году, накануне победы в Великой Отечественной войне, представьте себе, он пишет письмо Сталину и пишет, вот оставалось немного уже до победы, он пишет, что нам надо вновь поднимать науку, потому что мы живем в эпоху «ноосферы». Понимаете, какой смелый и прекрасный, воодушевленный человек был Владимир Иванович Вернадский. А когда прошло много-много лет, а именно в 1991 году, слово «ноосфера» снова поднимают на флаг науки ученики Владимира Ивановича Вернадского. Они в основном работали в геологическом институте в Москве, это институт имени Сергея Рженикидзе, и Московский государственный университет. Ведь Вернадский имел кафедру, он возглавлял кафедру в Московском университете. И вот один из его учеников, Дмитрий Андреевич Минеев, снова поднимает уже в 90-е годы, понимаете, первая волна, вторая волна, третья волна. Волна и пришла уже заявка на серьезный уровень образования сегодня на Руси. И я должна сказать, чтобы завершить эту мысль, что именно вот эта третья волна, она завершилась тем, что последователи вот этой прекрасной мысли о том, что Землю как-то изучили, литосферу изучили, аквасферу изучили, даже техносферу уже изучили, правда же? Атмосферу, ионосферу изучили. Но надо теперь браться за новый пласт, а это пласт нашего собственного разума. И вот идея ноосферы в настоящее время развивается в основном и преимущественно учеными в Российской Академии Естественных Наук, РАЭН. Именно эту академию основал Дмитрий Андреевич Минеев и его соратники, совместно с Сергеем Петровичем Капицей. И сейчас академию возглавляет Олег Леонидович Кузнецов. Они тоже геологи, последователи этих идей. И наша великая благодарность должна быть этим людям за то, что они оживили слово ноосфера. А что касается ноосферного образования, то в этой же Академии в 1994 году нам удалось создать отделение ноосферного образования. И вот уже с этого времени мы работаем в этом отделении ноосферного образования. То есть мы впервые привносим эту формулировку ноосферное образование не просто в виде книжной какой-то цитаты, какого-то термина, а мы развиваем эту идею, формируя методологию, методику, биадекватные учебники, обучение педагогов, формируя практику уроков и так далее. Поэтому ноосферное образование изначально как мощное направление, оно, скажем так, появляется именно в нашем отделении. У нас патент Российской Федерации на это направление, и у нас есть также патент других некоторых сопредельных государств, не только на саму систему, но и на методику. Поэтому в некоторых сопредельных государствах развивается ноосферное образование также. – И тогда следующий вопрос, он вытекает. Какие цели ставит ноосферное образование, поскольку актуальна тема и болезненная на сегодняшний момент? – Цели. Цели ноосферного образования адекватны природе человека. Я начну с этого. Это что значит? Человек как часть природы кем должен быть? Он должен быть сотворцом. Сотворцом природы, самого творца. То есть это должна быть творческая личность. Вот здесь маленькая преамбула, маленькое размышление. Вот посмотрите на весь мир вокруг. Животные, слоны, обезьяны, крокодилы, собаки, горы уже из мира природы, горы, деревья. Ни одно существо, созданное творцом, как угодно, вселенским разумом, природой, как вам удобно это называть, ни одно существо не способно творить. А что такое творить? Творить – это создавать того, чего еще не было. Неважно где. Дороги вы строите, вазы вы лепите, книжки пишите. Вы что-то творите. Балет, стихи, музыка. Это новое, чего еще не было в природе. Так вот. Цель ноосферного образования – воспитать такого человека, чтобы он был сотворцом этому прекрасному миру и создавал то, что не могут сотворить, скажем так, в настоящее время уже предыдущее поколение. Не только все живые существа во Вселенной. И если приблизить, а что же для этого надо? Какова есть подцель? Цель? А какова подцель? Подцель на сегодняшний день вытекает из современного состояния образования. А что сегодня? Сегодня в школе развивает только левое полушарие преимущественно головного мозга. Логика, анализ, чтение, письмо, счет, контроль, отчетность, запоминание. В итоге формируется личность, которую можно назвать хрематическая. Хрематизм – это такое состояние человека, при котором он везде видит свою выгоду. Доход, выгоду, власть. Все. Это, кстати, слово еще из Древней Греции от Аристотеля к нам пришло – хрематизм. То есть хрематический человек, мы его сегодня видим везде. Да, потребитель. Да. Ну, правда, говорят о прагматике, о рационализме, но реально, с нравственной точки зрения, это человек хрематический. Так вот, наосферное образование не ставит целью формирования хрематического человека. И отсюда многочисленные корни, которые проникают во все процессы, все программы, все действия, методики воспитания и образования личности. Именно поэтому мы хотим в качестве цели, собственно, методики, у методики тоже есть цель. Так вот, у методики цель для того, чтобы достигнуть высшую цель, такова. Возбудить в процессе учебы и воспитания все каналы восприятия внешнего мира и посредством этого дать в мозг очень много эмоций. У нас есть прекрасная там, мы ее называем батарейка мозга. Ну, на научном языке это называется ретикулярная информация. Так вот, чем больше мы с восторгом, восхищением, интересом смотрим в мир, тем больше энергии у нас поступает в эту батарейку головного мозга. И вот тогда наступает самое главное прагматическое действие. Эта батарейка распределяет энергию по всем зонам головного мозга так, что мозг работает как система, которая в тысячи раз по своим возможностям превосходит все компьютеры современного мира. Это не моя придумка, я знаю эту информацию. И так просто вы это рассказали сейчас, и так увлекательно. И называется это целостное мышление. Целостное мышление. То есть если говорить вот так вот прагматично для учителя, что ты должен сделать, учитель, чтобы воспитать творческую личность в ноосферном образовании, мы запросто ему можем сказать. Вот ты, учитель, на своем месте должен дать каждому ребенку его целостное мышление. Развитие в нем. И теперь я скажу очень важную фразу, которую я просто очень люблю. Целью ноосферного образования является постановка целостного мышления. Целью ноосферного образования является постановка. Что значит постановка? Вот смотрите, вы своего ребенка привели в музыкальную школу. Что ему делают первое? Ему ставят руку. Потому что если у него рука не поставлена на музыкальном инструменте играть, он дальше будет с трудом волочить свои руки и ноги, и мозг, и желание, и душу в этом виде творчества. То есть он не будет творцом, он будет нечто повторять. Дополнителем. А если вы сделали постановку руки, он роскошно играет, ему легко, у него все правильно. Поставить это значит поставить правильно. Вы привели деточек учиться балету. Первое, что делают? Дают у станка правильные позиции. Постановка позвоночника, ноги, руки, спины, плечи и так далее. Все должно правильно. Шея, все должно. Нет этого. Не будет хорошего человека в балете, танцах. Голос. Что делает первый? Он постановку, он осуществляет постановку. Отсюда мы проводим аналогию. Что самое главное в образовании? Постановка целостного мышления. Не поставили целостное мышление? Левое, правое полушария не умеют взаимодействовать. Ага, левое нагрузили. Вот оно работает, работает. А это спит, спит, скокоживается. И уже не знают, как его употреблять. А это перегружено, оно уже болеет. Уже никакой врач не помогает. В 40 лет человек уже не имеет силы жить. Согласны со мной? А мы это изучаем с помощью наших нейрофизиологов, с помощью наших врачей и психологов в том числе. Поэтому главной задачей является постановка целостного мышления. Иногда мне говорят, ой, а что вы вот о нравственности не говорите? А я вам отвечу. Нравственность? Она внутри. Она, во-первых, она внутри, но она внутри. Может быть нравственность в одном левом полушарии? Нет. Это будет мощная попытка выдать за нравственность то, что ты вот хотел бы. Ну а вот нравственность, норм, норов – это соответствие природе. Если ты нарушил какие-то законы, о какой нравственности можно говорить? Поэтому как только мы ставим целостное мышление, у нас приходит нравственность, приходит гармония, приходит красота, правильность, приходят все законы в нашу жизнь. Их не надо специально ставить. Надо просто поставить на правильную основу и работы нашего головного мозга. Вы почти ответили и на следующий вопрос, чем отличаются и какие особенности ноосферного образования от обычного. Ну, вы знаете, обычно мы такую предлагаем модель. Вот представьте, что у вас аптекарские весы, да? Вот пусть левая чаша, вот левая чаша, она будет символом традиционного образовательного процесса, а правая чаша – символом ноосферного образования. Так вот, давайте я вот себя спросим. Есть ли в традиционном образовании развитие целостного мышления? Отсутствует. Отсутствует. Предмет на расчлененной мёртвой. Смотрите, сюда гирьку добавили, а здесь резко поднялась. Второй вопрос. Есть ли вовлечённость правого полушария в традиционном образовании? Фрагментарно. Поставили ещё маленькую гирьку. Ну, я имею в виду рисование, пение, литература, возможно, и так далее. Следующий вопрос. Есть ли полноценный воспитательный процесс личности в традиционном образовании? Нет. Здесь идёт воспитание от праздника 23 февраля к празднику 1 мая, там, Новый год, 8 марта. Это что, воспитание? Это полное отсутствие системы воспитания. Вот сюда большую гирьку поставили, а эта наша гирька, вернее, чашечка опустошена. Следующий момент. Это очень важно. А может быть, самый главный. Есть ли в традиционном образовании мировоззренческая установка на единство и целостность мира? Нет. Потому что теория генетического, энергоинформационного единства мира присутствует в одной только системе, из 500 мировых систем педагогических. В нас первом образовании. И наша чаша сразу наполнилась наших весов. Понимаете? Можно также сказать. А есть ли в традиционной системе хотя бы понимание о законах образования? Нет. Нет. Наши законы нигде не говорят. И наши педагоги, они с удивлением узнают на наших семинарах, что, оказывается, есть законы образования, воспитания. А у нас целая система. Причем она природосообразная. Там естественные законы, не юридические, не придуманные министерством. Тамами. Тамами. Вот сюда и еще. В 2011 году наша выдающаяся, она кандидат наук из Крыма, Лариса Ивановна Брайко, впервые в мире создала периодическую систему законов сбережения здоровья. И этого никогда не было в образовании. Вот какая гиря. То есть теперь мы можем не гадать, вот как нагрузить ребенка или не нагрузить, давать ему перерыв в ходе обучения или не давать ему перерыва и так далее. Это все доказано научно. А еще. Были ли когда-нибудь в истории педагогики и вообще в истории мира, медицины, человечества законы психики? Ну, пару десятков они периодически были открыты, начиная с 19 века. Но периодической системы законов психики человека в традиционном образовании нет. И наша гиря снова пополняет, сюда идет, и снова чаша весов наполняется. И я уже не говорю о том, что никогда до 2011 года человечество не видело, не знало и не могло взять в руки периодическую систему законов планеты Земля. А это вся экология. Это все занятия экологии в школе, в вузе. Это экология планеты. Вот экология поднести там участок, очистить реки. Это следствие. Это хорошо, но это абсолютно недостаточно. И поэтому подвести итог можно так. Различий столько, что никогда в истории педагогики и психологии не было, скажем так, те, которые привносят систему ноосферного образования. И вот в результате того, что все стало на научную платформу впервые, из всех 500 существующих педагогических систем, ноосферное образование – единственная система, которая включает в себя три мировых технологии. Вот в мире есть технология ноу-хау, мы все знаем, да, как сделать. В педагогике это методика. Вот такая методика в ноосферном образовании, что там можно сделать. Не просто ноу-хау, как сделать. Что-нибудь, как-нибудь, а бы как. Как сделать так, чтобы это соответствовало всем законам мира. Второе, есть технология ноут, то есть что мы даем, что, вот, да, ну это мировые, поэтому они на английском звучат, проще говоря. А что мы должны сделать? Так вот, в ноосферном образовании впервые приходит ответ. Мы должны воспитать нравственную творческую личность. А еще говорят акмеологичную личность. Это значит личность, которая изначально выбирает прекрасные гуманистические цели общемирового характера и знает те методы, с помощью которых она это будет внедрять. Вот акмеологичная личность, она не только знает что, но она знает как. И в связи с этим, завершая ответ на ваш вопрос, третья технология мирового класса существует в ноосферном образовании. Это технология «ноуэй», «я знаю путь», то есть это управленческая технология. Она предназначена управленцем высшего образовательного звена, среднего и учителю, когда он исполняет роль управленца. Ни в одной педагогической технологии мира никогда не было и на сегодняшний день нет совокупности вот этих трех мировых технологий высшего класса. Поэтому мы полагаем, что скоро будут говорить о насферном образовании. Это всегда трудно, конечно, признать, но я лично убеждена, что это супертехнология будущего. — Уже говорят, уже губернатор Челябинский, по-моему, губернатор объявил, что ноосферное образование надо внедрять в школах по какой-то причине. Наталья Владимировна, а что лежит в основе ноосферного образования, вот коротенько, так как штрих? — Штрих. Соответствие природы человека всем законам мира. Потому что еще с древности говорили, еще Сократ говорил, в человеке есть все, что есть во всей Вселенной. — То есть космос живой. — Да. Космос живой и человек живой. А человек — это часть космоса, воплощение космоса. А вот ноосферное образование, оно дает инструментарий, а как это сделать, как это реализовать. Причем не в условиях обособленной школы, например, где-то там, а в условиях школ, которые уже существуют. И красота всего этого в том, что можно начинать работу уже в существующих зданиях, присуществующих техническом обеспечении, присуществующих программах. Вот тут, знаете, многие путают программу и систему ноосферного образования. Ноосферное образование работает с любыми программами. — Государственными. — А, конечно. Ну, можно и с частными. Вот мы пришли, условно говоря, к вам в школу, вы государственные. — В смысле не противоречит. — Нет, тут нельзя так вопрос ставить. Тут очень важно говорить о том, что ноосферное образование — это не программа как таковая. Это методы, методология, как эффективно донести государственную программу до нашего ребенка. Понимаете? Но если, я прошу прощения, если мы придем в частную школу, в какую-то художественную, спортивную и другого профиля, мы тоже можем этими методами эту программу, их специальную, решать и доносить до каждого ребенка. То есть это инструментарий. — Да, инструментарий. — Я так, прошу прощения, вклинивала, потому что следующий вопрос. Планируется ли продвинуть ноосферное образование все-таки на уровень с другими образовательными программами в нашей школе? — Давайте объединим наши мечты, наши желания и наши действия. И когда мы получим мощное родительское сообщество, которое скажет, мы хотим ноосферное образование, ни один директор, ни один министр не сможет идти против заказчика. Знаете, как сейчас принято говорить? Родительство заказчик. Надо пробудить, разбудить родительство и объяснить им, что вы хотите получить в результате. Зачем рождать детей, которые не выработают свой природный ресурс, божественный ресурс? — Да, 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 очень мудро. И где сейчас, это последний вопрос, но он почти, вот для меня он самый важный. Где сейчас нужно обучаться по системе ноосферного образования и что для этого нужно? — Для этого нужно желание, первое. — Отлично. — И время. Время надо 10 дней. Каникулы те или иные или в свободное время 10 дней надо. Полных 24 часа в сутки. — Поработать. — Поработать. То есть обучение происходит в режиме погружения с целью экономии времени. И происходит обучение только в одном месте. В нашем отделении, Российской Академии, естественно, нам. — К вам можно обращаться? — Да, можно обращаться к нам, можно обращаться в наш офис, можно обращаться на сайт. Сайт есть, значит так, Российская Академия естественных наук. Есть также наши партнеры Крымская Академия ноосферного образования и науки. И, собственно, Ноосферная Академия науки и образования. Поэтому милости просим. Мы, во-первых, заинтересованы не только, чтобы учителя и родители, и медики, и психологи прошли обучение. Все категории могут и должны пройти обучение, вот эти 10-дневные. Но есть еще такая очень важная вещь. Управленцы. — Лидеры, да, у которых сегодня не хватает ответственных людей. Я смотрела эту методику вашу. — Кстати, наш семинар проходит именно в методике погружения. Люди переживают на себе эти методики. И буквально уже через несколько дней они настолько принимают ее эффективность, что если мы работаем с педагогами, то они уже во второй части нашего семинара способны идти в школы. — Пробуждение. — Пробуждение. — Есть пробуждение. Наталья Владимировна, у меня еще такой вопрос. Если, может быть, провести мероприятия какие-то у вас, как семинары, где вы их планируете, проводите, а есть ли большие какие-то форумы, на которых тоже можно было бы пригласить педагогов? — Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Крупный форум пройдет в сентябре. У нас появился мощный партнер в Анапе. И это организация, которая мобилизует создателей родовых поместьй, собирает их на единой территории в Анапе. Это произойдет 16-17 сентября. И именно там, на этой площадке, мы можем провести учебные, обучающие, планируем, да, семинары. Ну, конечно, надо записаться предварительно. И на 16-18 сентября вот эта работа пойдет на такой крупной площадке в Анапе, в пансионате НИКО. А название этого большого форума, фестиваля «Выбери свое будущее». — Прекрасное, конечно, «Выбери свое будущее». У нас будет там несколько наших специалистов, которые будут нацелены на проведение семинаров по ноосферному образованию. Милости просим, уважаемые зрители. — Хорошо, Наталья Владимировна, благодарим Вас за ответы, которые мы сегодня получили. А то вопросы, которые задаются, мы не всегда можем адекватно их воспринимать как первоисточник. Поэтому благодарим Вас. Всего доброго и успеха Вам в Ваших начинаниях и в наших тоже. — А я хотела бы дополнить, может быть, вот такую прощальную фразу к нашим слушателям, к нашим зрителям. Мне очень бы хотелось, чтобы каждый родитель, каждый педагог, управленец подумал, что те дети, которые сегодня сидят за школьной партой, через 15-20 лет будут управлять нами. То, что мы вложим в них, они будут воплощать завтра. И вот вместе нам надо подумать, как мы хотим, чтобы нами управляли завтра.